Привет, с вами Сойер. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про структуры данных. В прошлый раз я уже разговаривал с вами про абстрактные типы данных. И сегодня вот решил поговорить про структуры. Чем отличаются абстрактные типы от структуры данных? У абстрактных типов есть интерфейс, по которому мы соответствуем, по которому мы взаимодействуем с данными. Но мы совершенно не думаем о том, как это все должно быть устроено, как все должно работать. Под абстрактными типами данных очень часто лежат как раз конкретные структуры данных. Их отличие в том, что они уже проектируются с учетом того, что они реализуются на вычислительной технике. Они оперируют понятием памяти, указателя на ячейку памяти, размеры в байтах и так далее. Поэтому структуры данных это уже более низкий уровень абстракции, ближе к реализации на конкретной вычислительной технике. Я рассмотрю 6 основных структур данных, их гораздо больше, но вот этих 6 структур хватает, как правило, для решения большинства задач, которые у вас возникают на практике. Вообще структуры данных нужны для того, чтобы подобрать наиболее оптимальное размещение данных в памяти и оптимизировать задачи вставки, поиска, либо удаления данных. То есть нельзя, используя структуру данных, получить бонус в виде и быстрой вставки, и быстрого поиска, и быстрого доступа к данным. То есть разные структуры имеют свою сильную сторону, свою слабую сторону. И вот об этом мы сегодня поговорим. И начнем мы с массива. Это на самом деле такая структура данных, которая ближе всего к тому, как мы представляем память. Если мы посмотрим в разную литературу, то обычно память представляется в виде такого стакана, где есть ячейки памяти, и к ним можно получить доступ по адресу этой ячейки. Мы сейчас не будем рассматривать там много-много нюансов, связанных с моделями памяти, с memory layout, кучей, стеком и так далее. То есть мы рассматриваем самый-самый примитив. То есть мы знаем, что у нас есть ячейка памяти, есть ее адрес. Мы можем к ней получить доступ и, соответственно, записать или считать эту ячейку в памяти. Соответственно, массив это самая близкая к этому идея. То есть мы говорим о том, что массив состоит из элементов. Причем все элементы у нас одинаковой длины, которые в данном случае называются size-b. Это говорит о том, что размер указан в байтах. И все элементы массива одинаковой длины и размещаются в памяти. Следующий нюанс заключается в том, что под массив выделяется единый кусок памяти. И, соответственно, размер этого куска это количество n, количество элементов в массиве, умноженное на размер одного элемента. И мы знаем адрес первой самой ячейки. Таким образом, зная адрес первой ячейки, мы можем найти смещение в массиве. То есть мы можем захотеть найти доступ, получить доступ к ячейке с номером n. Для этого мы n умножаем на размер в байтах, получаем позицию. Эту позицию добавляем к начальному адресу и получаем непосредственно сам элемент в массиве. Таким образом, массив удобен тем, что мы можем в произвольном порядке быстро получить доступ к любой ячейке массива. Здесь, наверное, вы начинаете понимать, почему очень часто массивы индексируются с нулевого элемента. Потому что тогда очень быстро и просто получить доступ к первому элементу. Просто n умножаем на любое число, это ноль. Соответственно, смещение будет нулевым. Адрес начальной ячейки мы знаем. Вот и получили, собственно говоря, первый элемент. Значит, как я уже сказал, массив удобен тем, что можно быстро получить доступ к любой ячейке, считать ее и дальше уже с ней работать. Очень часто массивы являются уже примитивом языка программирования и не являются какой-то отдельной структурой. Его не нужно реализовывать. Поэтому в случае с массивами мы вот так вот явно их никак не задаем в виде структуры, но активно используем в любом языке программирования. Если получать доступ к элементу достаточно просто, также, в принципе, просто выделить какой-то кусок памяти и с помощью какого-то специального символа указывать, что у нас вот здесь закончился массив. То есть мы выделили элементов больше, да, то есть у нас, допустим, по три элемента выделены памяти, а последний элемент у нас, точнее, не так. У нас выделено элементов N, да, допустим, 100, а данных у нас на данный момент только три ячейки заполнено. И у нас есть специальный символ, который говорит о том, что вот здесь закончился массив. То есть мы получили массив из трех элементов. И дальше для того, чтобы нам наращивать вот этот вот пустой элемент, он сдвигается. Сдвигается, пока не встанет в конце массива, выделенного изначально. И такой массив не может быть больше N. То есть мы можем заранее там тысячу элементов выделить, кусок непрерывной памяти занять, а конец массива заменить на некий терминирующий символ. Обычно его называют NAL. И таким образом в рамках этих тысячи элементов мы можем делать массив разной длины. И, соответственно, добавление в конец элемента достаточно просто выполняется. Просто сдвигается терминирующий элемент и добавляется новый элемент. Но в массивах очень сложно делать удаление. То есть если мы хотим удалить какой-то произвольный элемент, нам дальше нужно переставить все элементы массива. Поэтому массивы очень плохо работают с случаями, когда нам нужно вставить данные в середину. Или когда нужно удалить данные в середину. Вот здесь они начинают проигрывать. Но вставить в конец, получить рандомный доступ к произвольному элементу массива быстро, это вот массивы позволяют нам сделать очень-очень просто. Поэтому следующая структура данных, которая имеет возможность быстро вставить элементы в середину, называется связный список. Значит, связный список, он уже не зависит от того, чтобы выделить прямо непрерывный кусок памяти. Он состоит из узлов. Каждый узел, по сути, бьется на две части. Это полезные данные и ссылка на следующий узел. Таким образом, узлы могут создаваться в памяти в произвольном порядке, в произвольный момент времени и связываться на лету. Если нам нужно добавить новый элемент, мы его создаем и, соответственно, просто переуказываем ссылки на элементы. Да, и вот он уже у нас встал между первым и вторым элементом. То есть мы достаточно просто можем сделать здесь операцию вставки. И на самом деле, если мы пробегаем по элементам, удалять элементы тоже достаточно просто, если мы помним, какой был предыдущий элемент. То есть добежав, например, до третьего элемента, если мы помним, что перед нами был второй, мы можем легко его удалить, потому что знаем, какой был предыдущий. Если мы просто знаем нахождение какого-то элемента, имея на него указатель, мы, к сожалению, не можем в односвязанном списке получить значение адреса предыдущего элемента. А значит, мы не можем безболезненно удалить этот элемент, потому что мы не можем вот эту связь перекинуть, да, то есть вот это проблема односвязанного списка. Но, тем не менее, односвязанные списки очень хорошо подходят для того, чтобы пробегать по всем элементам сначала на конец. Мы храним указатель на самый первый начальный элемент и дальше мы можем, переходя между элементами, получить любой элемент списка. Мы можем вставить новый элемент достаточно быстро, мы заранее ничего не резервируем, оставляем и создаем узлы по мере необходимости. Ну и условия, конечно, есть тоже терминирующая ссылка, да, то есть последний элемент ссылается на некий null, который говорит о том, что вы достигли конца списка. Вот, таким образом, эта структура данных очень подходит для того, чтобы добавлять новые элементы в произвольное место очень быстро. И, соответственно, проходить потом по всему списку единым большим циклом тоже очень удобно. И данная структура очень плохо подходит к тому, чтобы получить доступ по индексу. Проблема в том, что индекс, здесь это не индексируемая, получается, не индексируемая структура данных, индекс в данном случае не говорит нам о том, где в памяти располагается ячейка. Нам нужно знать точно ее адрес и для этого нам нужно либо закэшировать эти адреса, мы можем ее в таблицу свести и кэшировать адреса ячеек и потом получать к ним доступ. Либо, зная начальный элемент, добежать до этого элемента, последовательно переходя по узлам. Значит, с позиции структуры все очень просто. У нас есть некая полезная часть данных, но это может быть не обязательно какой-то большой кусок, это может быть какая-то структура, там фамилия, имя, отчество разделенные. То есть мы не обязательно, собственно, все это делать одним большим куском. Мы можем нужную структуру полезных данных нам расписать. И, соответственно, указатель на такой же тип, на такую же структуру, которая позволяет нам, собственно, эту стрелочку реализовать. И такие структуры данных очень часто используются на практике. Следующая структура, это, понятное дело, двусвязный список, потому что, как я уже сказал, она лишена основного недостатка. Если мы знаем адрес какой-то ячейки, то мы можем проходить как в обратном порядке, так и в прямом порядке от этой ячейки. То есть в начале у нас есть терминирующий, в конце у нас есть терминирующая ссылка и в начале у нас есть терминирующая ссылка. То есть мы можем пробегать влево-вправо, можем легко удалять элемент, можем легко добавлять элемент. Соответственно, такой список удобен именно с позиции добавления и удаления элементов и поиска элементов слева и справа от конкретного узла. Тоже его можно использовать во многих ситуациях. И он, по сути, отличается от односвязанного списка только тем, что у него появляется еще одна ссылочка на предыдущий узел. Удобная структура. Тот же недостаток к произвольному доступу к элементу. Очень сложно сделать, если мы не знаем, нет у нас кэша элементов или есть просто индекс элемента. И нам нужно тогда пробежаться от первого, либо от последнего элемента, чтобы его найти. То есть, вот как бы свободный доступ, он затруднен. Но зато операции вставки, удаления и выделения памяти, они облегчены и, соответственно, не требуют много ресурсов. Окей, следующее это дерево. То есть, у нас бывают ситуации, когда мы в список не можем уместить наши данные. И нам нужно иерархически разместить данные, которые есть один корневой, да, узел дерева. И у него есть много дочерних узлов, каждый из которых тоже может иметь дочерние узлы. В данном случае, вот этот узел называется, самый первый узел называется корнем дерева. Узлы, у которых нет дочерних элементов, называются листьями. А, соответственно, узлы, которые имеют дочерние элементы, называются узлами. Листья это, по сути, непосредственно полезные данные дерева. Хотя в дереве, естественно, данные могут содержаться и в любом узле. Да, ну то есть, если мы сравним, например, с файловой структурой, то директории это могут быть узлами дерева, файлы это листья дерева. Но, тем не менее, нет никакого запрета, чтобы в узлах хранить данные. Более того, как вы видите, вот по данной структуре, это, на самом деле, каждый узел, кроме того, что может хранить информацию о дочерних элементах, и являться, собственно, узлом, он может хранить еще и полезные данные. Соответственно, листья тоже могут быть в любой момент расширены за счет того, что, как правило, дерево реализуется вот в таком виде. У него есть полезная нагрузка и список узлов, дочерних узлов. Удобство дерева в том, что дочерних узлов может быть много, соответственно, они могут добавляться, и, как правило, списки это иерархическая структура, которая уложена в уровни, и мы можем получить и выделить уровни n-го порядка, да. То есть, мы можем взять первый уровень, это корень дерева, с него определить, какие элементы будут второго уровня, и дочки этих элементов, это будут элементы третьего уровня, и, как я уже сказал, наиболее распространенный пример дерева это файловая структура, то есть, это классическое дерево. Но, что мы здесь видим? Мы видим, что, опять же, в дереве проще, в некотором смысле, искать n-ный элемент, если мы знаем, что в дереве есть какой-то порядок, да, то есть, если мы знаем, по какой из веток идти. Если порядка нет, то, в принципе, это тоже достаточно объемная операция, чтобы найти нужный узел в дереве. Вот, поэтому дерево потом еще уточняется. Есть разные деревья, в которых еще вводят понятие того, в каком порядке узлы вкладываются друг в друга, и сейчас мы об этом чуть поговорим, когда будем поговорить про следующую структуру, про бинарное дерево. То есть, если в дерево, в обычное дерево, добавить еще понятие какой-то упорядоченности, то мы, соответственно, можем оптимизировать поиск элементов в этом дереве. И вот этих способов упорядочения, их очень много, мы их рассматривать не будем. Нас же интересует только то, что у дерева на данном уровне имеется достаточно простой способ вставить элементы на любой уровень. Раз. Ну, удаление здесь тоже достаточно простое. Единственное, что все-таки удаление деревьев требует потом удаления дочерних узлов. Обязательно. Дальше. Дерево удобно тем, что это иерархическая структура, то, что узлов может быть много. И, соответственно, добавление порядка в дерево может облегчать поиск. Значит, у дерева самое сложное заключается в том, что менять уровни между собой, переорганизовывать достаточно дорого, достаточно сложно. Это недостаток. Давайте поговорим еще про одну структуру. Это двоичное дерево. И у двоичного дерева есть, вот как раз кроме того, что это дерево, есть еще некоторые особенности. Ну, во-первых, у каждого узла в двоичном дереве может быть только два дочерних. Левый и правый. Вот здесь они в структуре данных подчеркнуты. Это этот смысл. Так вот, левые это меньшие, да, то есть здесь отношение порядка добавляется в это дерево. И говорится, что слева располагаются элементы, которые меньше текущего, а справа, которые больше текущего. И здесь возникает, соответственно, раз возникает порядок, то у нас возникает способ быстро найти элемент. Например, мы ищем элемент 3. Мы знаем, вот у нас четверка. Идем по левой ветке. Двойка больше трех. Идем по правой. Вот нашли элемент 3. Очень быстро. Но, что будет, если мы возьмем и, допустим, добавим сюда число 8. Идем 6, 7, вот сюда добавили 8. То есть мы, а теперь добавим число 9, да. Мы берем и добавляем элементы. Добавление элементов происходит очень быстро. Но мы здесь видим явную признак того, что это дерево не очень оптимально теперь для поиска. То есть теперь нам нужно раз, два, три, четыре шага сделать, чтобы получить девятку. Но мы видим, что если мы возьмем сейчас от шестерки, сделаем восьмерку, и в ней будет семерка и девятка, соответственно, до девятки можно зайти за три хода. И вот эта вот реорганизация дерева, это называется балансировка дерева. То есть в идеальном случае в сбалансированном дереве наименьшее количество, вот в сбалансированном двоичном дереве наименьшее количество уровней. Если дерево сбалансировано, в нем наименьшее количество уровней, то поиск в этом дереве самый эффективный, самый быстрый, именно за счет того, что у нас есть отношение порядка. И если это не сбалансированное дерево, если мы быстро в него чего-то там надобавляли, естественно, все это ухудшает именно скорость поиска данных в дереве. Двоичные деревья очень часто используются именно для того, чтобы очень быстро находить какую-то информацию, включая вот это отношение порядка. С позиции организации у такого дерева есть два дочерних узла, которые также могут являться листьями, если это последние элементы в дереве, последние узлы. И соответственно есть некая полезная информация, которая должна содержать некий индекс, который позволяет применить отношения больше-меньше, для того чтобы разместить в дереве информацию, для того чтобы быстро его найти. Таким образом в двоичном дереве очень быстро искать информацию, быстро вставлять информацию, в некотором смысле достаточно быстро удалять информацию. Но балансировка деревьев это очень ресурсоемкая операция и если нам нужно сбалансировать дерево для того, чтобы выстроить эффективную работу поиска по этому дереву, это будет достаточно ресурсоемко, достаточно долго и это недостаток этой структуры. То есть она не организуется самостоятельно, она разбалансируется при добавлении новых элементов. Но с позиции поиска, с позиции вставки элементов эти вещи проходят достаточно быстро. Единственное, вот придется столкнуться с необходимостью балансировки. Надеюсь вам было интересно, если интересно мы можем еще поговорить про структуры данных, такие как хэш, двоичные таблицы и так далее. Ну а на этом все, спасибо, что слушали, с вами был Сойер, до свидания.